Сегодня мы поговорим о недуге, которым, согласно официальной статистике, в нашей стране ежегодно болеет порядка полутора миллионов человек, а пик его заболеваемости выпадает на осенний-зимний период. Пневмония – тема сегодняшнего выпуска. Здравствуйте, мои хорошие! Пневмония – это острое инфекционное заболевание с очаговым поражением легких, сопровождающиеся выходом жидкости внутрь альвеол . Чаще всего недуг поражает детей младше двух лет и взрослых старше 65 лет. Кроме этого, в группу риска входят люди с ослабленным иммунитетом из-за вредных привычек курение, алкоголизм, наркомания, спида и диабета. Несмотря на то, что пневмония достаточно хорошо лечится антибиотиками, даже в 21 веке она остается смертельно опасным заболеванием, занимая четвертое место в перечне основных причин смертности населения. Воспаление легких было описано еще Гиппократом в IV веке до н.э. В 1875 году Эдвин Клепс впервые выявил бактерии в дыхательных путях пациента, умершего от пневмонии. В промежутке между 1900 и 1937 годами пневмония была одной из основных причин смертности, конкурируя только с туберкулезом. А революцию в лечении пневмонии сделал пенициллин, который в 1928 году и с плесенью выделил флеминг. А вот использовать пенициллин начали только в 1943 году. Именно с этого момента началось постепенное снижение смертности от пневмонии. Одной из основных причин развития воспаления легких является бактериальная инфекция. Это бактерии пневмококи и стафилококи, граммотрицательные микроорганизмы, например, палочка Фридленда, гемофильная палочка, кишечная палочка, легионелла, микоплазмы, вирусы, риновирусы, коронавирусы, герпес, парагрипп, грипп, грибковые инфекции. Нередко определяется смешанная инфекция. В числе неинфекционных причин развития пневмонии следует назвать травмы грудной клетки, ионизирующие излучение, воздействие токсических веществ, аллергические реакции. В большинстве случаев микробы попадают в легкие при вдыхании воздуха, содержащего микробы, а также из полости рта и глотки во время сна. У здоровых людей микроорганизмы, проникшие в легкие, выводятся с помощью ресничек, выстилающих бронхи, во время кашля, а также гибнут под действием иммунных клеток. Если эти защитные механизмы нарушены, создаются условия для закрепления возбудителей в легких, где они размножаются, вызывая воспаление, которое постепенно распространяется, поражая всё больше окружающих тканей. В альвеолах скапливается жидкость, мешающая правильному газообмену кислорода, вследствие чего развивается дыхательная недостаточность. Больного при наличии воспаления легких могут беспокоить повышение температуры до 38-40 градусов, боли в груди, одышка, кашель как влажный, так и сухой мучительный, появление мокроты, от слизистой до гнойной, иногда с прожилками крови. Боль в груди, сильная слабость, сильное ночное потоотделение, головные боли, учащенное сердцебиение. При осмотре у больного прослушиваются хрипы в груди и жёсткое дыхание. Несмотря на то, что пневмония – заболевание легких, она может приводить к осложнениям, как легочного характера, превральный выпад, эмпиемоплевры, абсцесс легких, острая дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, так и нелегочного характера, гепатит, энцефалит, отит, анемия, мастеидит, психозы, менингит, сепсис и септический шок, синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. При тяжелой форме пневмонии, когда поражена большая часть легкого и разрушаются ткани органа, из-за воздействия токсинов на организм могут развиться сердечная, дыхательная и печеночная недостаточность, инфекционно-токсический шок, почечная недостаточность и другое. При подозрении на пневмонию для установки точного диагноза проводят обзорную рентгенографию органов грудной клетки, прямой и боковой проекции, общий и биохимический анализ крови, посев мокроты для определения возбудителя пневмонии и его чувствительности к антибиотикам, оценивают содержание кислорода в крови, в тяжелых случаях болезни, проводят также посев крови. Для диагностики самых частых осложнений пневмонии, плеврита и абсцесса гнойника легкого используется компьютерная томография и ультразвуковое исследование в динамике. Фибробронхоскопия проводится при подозрении на туберкулез легких, а также для диагностики инородного тела опухоли бронха. Лечение пневмонии всегда представляет собой сложный процесс, с которым может успешно справиться только врач. По данной причине не следует предпринимать самостоятельных мер, которые могут наоборот существенно усложнить ситуацию. Обратное развитие пневмонии занимает от 1 до 1,5 месяцев. Следует четко понимать, что самостоятельное лечение и прием медико-менторных препаратов при воспалении органов дыхательной системы является недопустимым. Этим больной нанесет себе еще больший вред и лишь способствует дальнейшему распространению инфекции. Антибиотики, которые назначает врач – это основа терапии воспаления легких. Однако, кроме них, существует целый ряд предписаний, направленных на скорейшее выздоровление. В первую очередь, лечение воспаления легкого предполагает постельный режим. Больным советуют отказаться от курения, больше отдыхать и пить как можно больше жидкости. Следует регулярно проводить проветривание помещения, в котором находится больной, и осуществлять влажную уборку. Оберегать больного от физических нагрузок. Наполните его рацион калорийными и полезными продуктами – йогурт, кефир, овощи, фрукты, отварное мясо, бульон, соки. Больному пневмонии следует употреблять большое количество питьевой воды. Тёплое питьё способствует формированию и отхаркиванию мокроты, которая скапливается в дыхательных путях. При легкой степени тяжести состояния пациента лечение может проводиться на дому, чего нельзя сказать о пневмонии средней и тяжёлой тяжести, которые требуют срочной госпитализации. Больным с признаками интоксикации организма проводят инфузионную терапию. Для снижения температуры тела используют нестероидные противовоспалительные средства. Традиционно пациентам с пневмонией назначают отхаркивающие и муколитические препараты, бронхолитики, иммуностимуляторы, витамины, антигистаминные средства. В настоящее время, при своевременном обращении к врачу, медицина позволяет успешно вылечить любую форму пневмонии, вне зависимости от степени проявления симптомов. А на этом на сегодня всё. Берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Доктор по соседству и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам! Субтитры создавал DimaTorzok